Девушки отдыхают 16 сильнейших команд Европы 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал Самые популярные комментаторы Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок Билет уже в продаже Ну что, ребят, возвращаемся мы с вами в прямой эфир С маленьким дилеем, потому что кто-то тупил Потом еще кто-то тупил, потом еще кто-то тупил Мы стартуем, собственно, игру Пятый матч сегодняшнего дня Power Rangers против Mouse Sports Турнирную таблицу напоминаю, как всегда Мауза шестый, семь побед, пять поражений Power Rangers тринадцатый, три победы, девять поражений Power Rangers, если проиграет сейчас То уже гарантированно будут играть в матчах на вылет Мауза, если проиграет, ой, беда будет Ой, беда, ой, беда, беда, беда Поэтому надо будет выигрывать здесь Однозначно надо будет выигрывать Ну что, мы видим, что Nike залетает первым пиком Сразу так серьезный поворот Ну и чем ответит PR Висп, Визаж, Дарксир и Бэтрайдер в бане Ну и Шэдов Демон Вивер Ну что, Мауза, в принципе, уже забрали себе отличного героя Лайфстилер и Профет у нас Лайфстилер и Профет мы видим у Мауза Ну и что же будет дальше Слышим, как плачет, собственно, у нас Забаненный Скайрос Мейдж Ну и посмотрим, что будет дальше Так, у нас мы видим Шторм Тоже в бане Ну и третий пик Power Rangers Так, Каспер нас Меня оставил здесь Немножечко там проблемы у него Все будет нормально Он скоро вернется Огрмак от Power Rangers С третьим пиком заезжает Ну и что, чем ответит Мауза? Интересно Keeper of the Light Сразу от Мауза В принципе, очень хороший пик Для Кошковы Профет Для Блэка, собственно, Лайфстилер Для Паса как раз-таки Коттл Ну, более-менее все нормально Здесь А, ой, для Синдрена, извините Конечно же, Коттл Синдрена себе взял Ну, посмотрим Что дальше они придумают 10 секунд Слак Мусе спортс Turn to pick Ррррррррк Субтитры создавал DimaTorzok Ну и чем ответят на бан Квапы сейчас Мауза? Понятное дело, что Маузам здесь победа нужна как воздух Получится ли у них выиграть? Вот в чем вопрос Товарищи Лаундруид отправляется в бан И ласт пик команды Пауэрэнджерс нас ждет Есть Угрмак, есть Сларк, есть Шэдоу Демон, есть Вивер У Маузов, конечно, пик смотрится, скажем так, попрезентабельнее Но тут может быть все что угодно, ребят Посмотрю, как там Фнатик сыграли на Диффенсе Нет, еще не закончили Фнатик на Диффенсе Играет, собственно, свою вторую игру дня Сегодняшнего играют они там до сих пор С командой Бывшими АЭЛ, нынешними Ф3 1-0 Фнатики ведут Ну и Гэс Альянс, иногда 2 АЭЛи играют АМ 1-0 ведут Альянсы Что, ребят, если говорить о этих командах Из последних 10 матчей Ребята из команды Маус Спортс Выиграли всего-навсего 4 Выиграли у 4FC, у Нитолик, у Кванти Гейминг И Ликвид Проиграли они у Нави, у Альянс, у Кайпи Дважды, у Нави И, опять-таки, еще раз И ОС и Кап Power Rangers же выиграли 2 раза У Рокскиз и у Осли Гейминг Проиграли у Empire, у TCM, у Альянс, у Квантик У Нави, у Z-Rage И у Virtus.pros Фнатика У всех практически попроигрывали У кого только можно было Ну и напомню, что следующий матч Кайпи-TCM, после этого Рокскиз-Фнатика Заканчивая день Мы сегодня еще не будем играть TCM-Нави Ну и Пака Последним пиком Забирает себе, собственно Моуза По это и дело Что это герой для Фаты Ну и смотрим За XC сыграет на Сларке в миде Nexus будет играть в роли стенды На Nexus играет за команду ПР на VR Кант на Угермаге Мун на Вивере И Juicy Juice на Shadow Demons Блэк на Naive Sterile Кошка Профит Синдерен Котл Пас Рубик Ну и на Паке, конечно же, Фата Моуза, которые только что В принципе без шансов Отлетели от команды Нави Сейчас Моузам надо бы подсобраться Надо бы очень серьезно подсобраться Ну что же, и пауза на стоит Что-то там у Моузов не хватает Кого-то как раз таки Фаты не хватает Где там он тусуется этот Товарищ Фата Ну вот он, Фата Все, готовы Моуза Можно, собственно, отжимать паузу Начинать игру Ну и давайте же посмотрим Затем, как будут пытаться Мау Спортс выиграть У... Да, нет Не будем мы смотреть пока Затем, как будут пытаться Мау Спортс выиграть У... УПР Да, отлично Мау Спортс выиграть Ну что, все-таки будет трипла в легкой Команды Маус Мы видим, что Синдерен На котле пас Рубик и Блэк Лайфстилер Против них В принципе Будет стоять Довольно веселая Трипла Команды ПР Кант Джуси Джуси Мун Ну и в миде Нас ждет противостояние Зэйкс Против Фаты Как и было, собственно Это Предсказываемо Предсказуемо, короче Слишком предсказуемо Слишком предсказуемо Вообще, собственно Расстановки Лайном В любом случае Я думал Я думаю Многие думали Что, в принципе Скорее всего Триплой пойдет в легкую Пауэренджерс Случилось не так Так Будет атака на Блэка Нет Нет, нет, нет Разбегается в разные стороны У нас Собственно Блэк и Трипла ПРов Ну и на этом, собственно Нулевые Нулесекундные стычки У нас заканчиваются Ладно Пас и Сюндерен Будут всячески Помогать Блэку Пик команды Моуспорт Конечно, выглядит в разы Получ Но Сларк под Сларк под игры магом Сларк, конечно С Бладластом Это довольно интересная тема Но и не только Сларк Вивер, кстати Тоже должен довольно Неплохо нарезать Ну, посмотрим Как получится у ПР Смогут ли они Сделать здесь сенсацию Создать действительно Настоящую сенсацию Потому что Пока Сегодняшний день В принципе Сенсационным не назовешь Поражение Фнатика В от ФРС Это никакая не сенсация Нормальный В принципе Результат Каспер Наверное, денег выиграл Где Каспер? У Каспера Стосиная температура Поднялась И вынужден Он, конечно же Домой побежать Будем надеяться Все нормально Там у Малова По температуре Ты перестанешь Будем надеяться Крепись, малыш Все будет хорошо Ну и Кан Джуси Джуси Мун Пока занимается Какой-то фигней Что-то бегает по лесам Не могут найти Чем сейчас сделать Стоять просто Триплой против Триплой Не особо весело Тем более, что Маузат Еще и пытается Пулить Разбивать Центрями Вот здесь Ворды Белорусов И, собственно Рано или поздно Сюндрэн начнет Пулить А когда против тебя Пулят То это вообще Неприятно Ну что Три тангусика Снизу Нексус 8 на 0 Мы видим Что Кошква Спокойно Себе стоит Тоже продолжает Фармить 8 на 3 У него У Нексуса 9 на 0 Крипстат Ну и в виде Зэкс 7 0 Фата Забирает Первую руну 12-6 Да Мид выигрывает Сортирую я Собственно Крипстат Мид выигрывает Немецкий Игрок У Фаты Намного все лучше Если вы смотрите Синдерэн Ой-ой-ой Проблема у Синдерэна Стан от канта Залетел И Мун Должен делать Персплат Синдерэн Схавел дерево Пытается убежать И Синдерэн Накручивает Но умирает Сам Джуси Джус Здесь тоже Скорее всего Умрет Барсблат Делает команда Пауэр Рейнджер Пас Отлично Ну и Блэка Еще можно бить 2-1 Пэры Первая Начальная драка Конечно Получилась Очень-очень жесткая В исполнении Команды Могутни Рейнджеры Да Хорошее начало Ничего не скажешь Ну и давайте Смотреть за игрой Дальше Здесь Сларк В миде 8-1 Сларк Начинает проседать Сларк Начинает проседать У Фаты Мы видим Уже 17 на 9 Крипстат За ХЦ Без регена Курица Вот здесь За ХЦ Банки нет Он не знает Что ему делать У него 4-й левел У Пака Мы видим 5-й уже То есть Пак Выигрывает И по ХП И по Крипстату Понятное дело И по деньгам Есть у него банка Контрольный тон руны Но в то же время За ХЦ Зачем он здесь находится Банка Нексус улетает вниз Зачем тебе здесь банка Ты фуловый Связал Нексус кошку Ну это Короче сейчас Вообще Что-то непонятное Происходит Почему Кура Летит Несет банку Нексусу Которая Которая ему В принципе Здесь не особо-то Нужна А в миде Просто-напросто Стоит за ХЦ И вот Проблема у за ХЦ Получает он Садос и умирает Да Ай-яй-яй 6 КП 6 КП Осталось у Соломидера Команды Power Rangers Кант забегает Тем временем В чужой лес Джуси Джус Рядом с ним Здесь же Мун Ну что Кант Джуси Джус И Мун Что-то будут Придумывать здесь Али нет Коттл в табло Просто им Нэээ На пул дэмэдж Пробивает Троих Должен чувствовать Я сейчас довольным Сюндеренушка Накарелу Просто пацанов Блэк 18 на 1 Крипстат Кстати не самый топовый Крипстат У Мун Мы видим 2 фрага И 15 на 1 То есть 1300 голды Намного все лучше Смотрите Как Блэк Напрягает А Мун Сильно 23-0 Нексус Протнёк Кошка 24-6 Здесь ровненько Ну и мид Салат проигранный 8-1 против Оба ворда параллельно падают. Кант, вгрызается в него Блэк. Джуси Джус умер моментально. Кант дает стан. Вивер не заедет кого бить. У Канта огромные проблемы. Кант тоже умирает. Блэк сделал даблкил. Мун без маны. Будет ли телекинез? Нет. Телекинеза Синдерен зарабатывает фраг. Ну что, Блэк просто-напросто здесь. Инфестом залез в лескрипа. Минус 3 от команды Маус. Ну и со счета 2-1. Счет становится 2-4. Серьезно? Так, ну что, Мун вернулся на линию. Тут же давай напрягать паса. Ворда здесь нет. Кстати, стоял здесь же СН3. Один же СН3 ставили. Пас уворачивается от сформа. Мун начинает получать. Поднимает его. Мун продолжает получать довольно плотно. И вынужден он убегать. Проблемы у паса. Прячет его, собственно, Джуси Джус. Ну и пас здесь умирает. Котл! Хорошо! И Мун проблема огромная! Мун! 30 хп у него остается. Е-2-2 на соплях, собственно, выживает здесь. Мун. Но выживает. Это самое главное. Кочиква! Летит Кошиква в мид. На Нексуса. Тут пак поставил отличный уртимейт. Проблемы у Нексуса. Пытается сделать ТП аут. И делает же! Нет! Почти сделал НТП аут. Совсем не хватило. Ну вот, вот он. Бладлаз. Бладлаз первого пока левела на ЗХЦ. То есть план, в принципе, понятен. Проблема-то в том, что... Уже 3000 денег и 4000 хп ведут Маус. Может быть и поздновато, вы знаете? Что ФАТА? ФАТА и ПАСП продолжают пока только ФАТА напрягать. Тавр ЗХЦ проседает. Если ФАТА его подымет, это фраг. Что, будет ЗХЦ? Будет ФАТА? ЗХЦ, то есть сейчас, если Денайт полезет. Да, вот ФАТА говорит, не-не-не. Тавр заберу я. Если ты подставишься, то я тут же подыму. Тебя в телекинез и ГГВП. Ну и Блэк 1300 начинает довольно серьезно пармить Блэк. Ну смотрите, Крипстаты, да? Верхний левый угол. Вы видите, 46-14 Кошку. 43-16 ФАТА, 36 на 4 Блэк. Просто шикарно все. Ну что, убивает? Нет, Тавр не убивает. Это Крипы убивает Тавр, хотелось сказать. Ну, какой Крипы, какой убивать. Кошка, кстати... Да, будет все-таки Мидас у нас поздний. То есть есть Базилка, есть Главс оф Хейст. Сейчас вот к поездам добавится Мидас, скорее всего. Ну, понятное дело, что Фурион уже полезен. Но с Мидасом еще больше и быстрее будет. Ему, собственно, тикат деньги. Будет вообще все шикарно. Маус Блэк. Серьезно, тут все Блэка тоже. Смотрите, какие куски от Мона просто. За 4 удара он его убивает, а то и за 3. Ну, Мону надо быть осторожным. Есть у него, конечно, таймлапс. Сейчас его не смогут сбрить там просто за телекинез Рубика. Но все равно надо очень-очень осторожно себя чувствовать. Фата. Хацина с Ларки. Тем временем. 15 на 1. Боже, боже. 15 на 1 Крипстат. Для Соломид, конечно, с Ларкой это немножко не очень весело. Учитывая, что Пак против тебя 46 на 16 набрал. То есть разница уже в 4,5 раза. Сверх много. Ну и Нексус снизу. Берка, которая фармит. Кошка. Мы видим 1.03. То есть, вот скажем так, пик вот этой ВРки мне абсолютно непонятен. То есть, да, это ВРка, которая, типа, должна в легкой нафармить. И, типа, что дальше? И, типа, убивать? Или, типа, быть мейнкерри? Или, типа, вот для чего она здесь есть? Абсолютно неясно. Смотрим на топ. Здесь что-то интересное. Поднимает камтер. Слишком рано отпустил, собственно. Синдорен. А, нет. Торелет на максимум он накрутил. Ну, ждем было за Катпака. В первую очередь, потому что его Сайленс, его Даггер будут очень нужны. 400 голды до Даггера ему осталось. В принципе, не много. Катпака стоит здесь спокойненько линию. Ну, и Нексус тоже не напрягается. 11-ая минута пошла. Деньги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 14-900 на 9-200. Ну, это как-то way too much. 5-700 преимущество по деньгам. И 4-4600 по XP. Это очень много. На Канта. Влетают. Канта спрятан у нас Джуси Джусс. Сам проседает очень сильно. О-хо-хо-хо-хоу. Кант тоже умирает и бегает. Здесь просто-напросто Мунпак ставит на него ультимейт у Муна. Таймлапс нет маны. Мунт тоже в таверну. Здесь же ворвался Зэксцэ. Зэксцэ. Зэксцэ пытается драться. Здесь есть хороший шеклшот. Боже, Рубик просто царь. Рубик просто царь. Он украл там, собственно... Вот что, уйдет отсюда на хосте Зэксцэ? Да, он-то уходит или нет? Нет, Зэксцэ тоже не уходит. Джуси Джусс! Найс! Блэк идет до конца! Блэк! Блэк! Тычка одна Блэку! Ну, Блэк! Нет, не догоняет! И сам, скорее всего, умрет. Залазит скрипа и скрипом пойдет дальше. В итоге получилось сейчас 4 в 1 драка. Кто-то делает сюда телепорт. Это Мун. Блэк вылез с скрипа. Пошел бить Муна. Мун под вордец. Ну, собственно, только что в драке вы видели, как просто абсолютно ничего не могли делать герои команды ПР, да, и... Ну, вообще, Борода. Я прям не знаю, что сказать. То есть, ну, прилетела, да, Виндрандер. И все. Шекл с шотом связала. И опять-таки все. Пак без маны, кстати. Надо манать здесь паку. Кровь бизнеса. Ох, Даггер у него есть. Натается сделать паут. Ну, Муна. Сделать паут. Не проблема. Армлет у Блэка! Здесь Блэк проседает. Пас. Пас. Убегает. Нет, пас не убегает. Кант получил ультимейт от Фуриона. У Блэка огромные проблемы. За икс не вгрызается. Блэк на развороте. Прыгает на Синдренас. За икс. Он в инвизии. Ну, и мы видим, что... Под вордецом его тут не поймали. Сейчас уже за икс, наверное, и не поймать. Блэк. Будет ли ванды? Вот они ванды. Идет он до конца за Сларком. Сларк. Сларк. Сларк, в принципе, тут... Все, нормально. Уходит. Ну, и 10-4. Пошел у нас такой классный экшен. Действительно крутой экшен. Последние несколько минут. Ну, из Икс-Ц мы видим... Показывает, что он все-таки может быть опасным. Да, 28 на 2 Крипстат. В принципе, по сравнению с Крипстатом того же Фуриона, 74 на 20, это просто смешно. Но Сларк просто герой по своей природе очень напряжный. И поэтому так и получается. Пак прыгает на Нексуса, дает Сайленс. Раскастовывает. Будет ли ультимейт? Нет, не будет ультимейта. Фурион залетает сюда. Да, Нексус тп от Виндраньян. И Кота задувает. Просто на последнем пикселе Нексус практически улетел. Практически он уже был на базе, но и отпустило его. И мы видим, что труп его показывает, что уже на базе. Да, умер. Он уже здесь. Здесь Джушли Джуса ловит Фата. Даблкил трое в таверне, потому что параллельно еще и убили у нас Канта. На топе Блэк вместе с пасом. И просто Пауэр Рейнджерс валятся на глазах. 13-4 счет в пользу Маус. Пэры не могут сделать ничего. Это не весело, скажем так. Так, за Иксце. Фата его видит. Фата знает, куда побежал за Иксце. Но прыгать туда не стал. Кстати, ну ДД было. Можно было бы попробовать. Даггер был на кулдауне. Ну и все, наверное, практически с Мека здесь. А снизу мы видим Кошква. 2 700 уже у Кошква, ну и Фейзы у Виндраннера. То есть мультимейт. Помощь на топ. Муна бедного чуть не убила. Вынужден он в таймлапс уходить. Потому что его так плотненько здесь прищемило. Ну, Лад Ласты уже летают. Да ладно. Сларк. Минус. Под Т2 Тауэром. Просто прыгает Паг с ДД и убивает Сларка в соло. Без каких-либо шансов на то, чтобы остаться в живых. Не, ну вы видите, да, что происходит. То есть, в принципе, тут Т2 дропнул на Кошку. И не обращает внимания на это Моуза. Кошку фармят просто. Смотрите, кто-то его контролит. А, ну вот просто так Кошку быстренько все сделал. Реконнектнулся. Его кто-то поконтролил. Пару секунд. Он продолжается у нас шпилево. Ой-ой-ой-ой-ой. 13 500 голды ведут Маус. И сколько же экспириенс они ведут на 16-й минуте этого матча. Я не знаю, что здесь может случиться. И как надо отыграть Пауэррэнджерсам вот следующие минут 10, чтобы хоть что-то сделать. Дагон Фата покупает. 6 0 1 Фата покупает Дагон. У Сларка в то время 35 убитых крипов и Брайсер с тапком. Ну, банка про мастшил, конечно же. Ну что ж, за Иксцем. Мы видим рядом с ним Нексус. Рядом же с ними Кант. Тут же Синдеренушка и Фата. Блэк, Муна с пасом, без просветки, без вардов. Нет, с вардом, с вардом, извините, конечно же, с вардом. Без шассов. Но и здесь Фата. Пока я показываю, как убивает одного. Фата убивает очередного героя. Мы видим Фата. Пытается улететь от ЗХЦ. И спокойно улетает. Никто его не может здесь догнать. Фата сейчас будет готово опять-таки драться. Знаешь, что он там. У Фата есть Даггер. А вот так вот он разводит. Фата прыгает в толпу. И Нексус едва живой ушел. Фата. Фата без маны. Здесь же Блэк. Есть ТП. У Фаты могут быть проблемы. Три, две, один до Даггера. И Фата не улетает отсюда. Фата просто улетает сейчас на Орг. Блэк, кстати, убил Угрмага. Фата. Проблемы у него. Мун за ним. И Фати могут сбить сейчас 7-0 стрик. Фата. Шейкл. Фата. Сайленс на разворочи просто. Фата убивает. Лол. Монстр килл. Но теряет он его. Как до конца за ним бежали. Фата, конечно, красавчик. Ну и здесь же мы видим СХТ. Ничего не может сделать. Кошка здесь же. Слотара плюшку дал. Блэк. Грызается в Жусь и Джуссов. Грызается в Канта. Ну, вы видите, что происходит. Как бы тут... Такие игры очень тяжело комментировать. У него еще и Хаста у этого ненасытного Фаты. Ну, я так понимаю, на Канта сейчас был куры. У него 800 хп. Кошка его в соло там, нет? Ну, почти в соло. И Кант. Тут тем временем Фата. ЗХЦ живой. Фата поставил на ульт. Убивает Джусси Джуса. Убил Джусси Джуса. Сам заныкался. ЗХЦ здесь едва живой. Ох, пробил Афату. Обнаглел. И ЗХЦ умирает от Кошкбы. Сверхвеселая дота у нас какая-то. Ну, вообще, это не сверхвеселая дота. Это, конечно же, просто избиение младенцев. То есть... Мы прекрасно с вами понимаем, что происходит. Малевлянцы появляются у Блэка. Догон у Профета. Два догона уже у Моузов. Ну, сейчас будут куражиться немцы просто. Понятное дело, 17 тысяч голды, 16 тысяч хп. На 19-й минуте это достаточное количество денег и хп, чтобы покуражиться с догонами. Это факт. До свидания, Мексус. Первый раз с догоном зарабатывает фраг у нас Кошква. Здесь прыгнул ЗХЦ. Вивер тоже рядом. Погодя за Кошку. Это развернитесь, вы их поубиваете, нет? Блэк с Кошкой не хотят этого делать. Вот проблема. Сейчас Блэку надо разворачиваться. Кошква битый. В лотар бежать. ЗХЦ отъезжает. На развороте просто Кошку сосилил. Кошква, Мун за ним. 10 секунд до лотара. Проблемы у Кошквы. Джиминейт атак. Кошква закрывается и просто улетает. Ну а здесь Джусси Джусс пытается убежать. Пока Котл с руки нарезает. Канто оттычка от паты мимо. Мимо. Минус, конечно же. Ну и Джусси Джусс тоже минус. А Мауза делает здесь абсолютно уже что хотят. Нам остается, наверное, только дождаться надписи Good Game Well Played. Я думаю, вряд ли даже додержится, собственно, Power Rangers до трона. Потому что тут настолько подавляющее преимущество, что здесь действительно не может абсолютно ничего произойти. Эксус. Дагон. Просто Дагон это Рубик, что ли? Нет, Рубик украл. Да я думал, что у Рубика Дагон. Дагон нам дал Кошку, а Рубика просто так получилось, что он состилил. Там что-то себе принес. Ничего себе Блэк не принес. В любом случае, Мауза забрали еще один Тауэр. Ну и пойдут сейчас на хайграунд, да? Не, не пойдут они на хайграунд. Ждут. Дагон левел 2 тем временем у Профета. Джусси Джусс. Пас поднял Канто. Но не стал его убивать здесь. До конца, кстати, миде Блэк. А Профит минус Шэдоу Демон. Он, собственно, залетел на хайграунд. Просто залетел на хайграунд, убил двоих. Ну и сейчас поплатится за это смертью. А, нет, не поплатится. Спасает его команда. Блэк Мега килл, миде. Ну, я не знаю, зачем тут Пауэрэнджис продолжает играть. Я даже... Ну что это такое? Зэкстет уже разваливается. Там Нексус, видимо, убегает просто от пиньков на 20-й минуты. Фригает Фата. И Дагоном, собственно, наказывает Нексуса. Минус 5, 32 на 7. Гуд геймбл плейта. Мауз, Спортс. Выигрывают в этом матче. Поздравляем, собственно, их. Ну и Мауза по-прежнему. По-прежнему является одним из основных претендентов на поездку в Киев. Мауз Спортс после этого матча. Собственно, как вы видите на ваших экранах, зарабатывают 24 очка, 8 побед, 5 поражений у них. И 2 матча впереди у Мауз. Если они оба этих матча выиграют, они попадают на лан-финалы. Квантик, вы видите, тоже, в принципе, 2 матча. Если последний свой матч выиграет, у них все хорошо. Но есть еще Кайпи, которые могут выиграть 3 игры, и у них будет тоже 30 очков, так же, как и у Мауз, так же, как и у Квантик. И тогда между этими тремя командой будет интересная ситуация. Интересная она в том, что и Кайпи, и Мауз у Квантиков выиграли. Вот так вот. Кайпи против TCM. Очень многое решится, опять-таки, в этой игре. Если выиграют TCM, то, в принципе, у нас уже практически станет известна четверка команд, которые приедут в Киев. Практически, сказал я, опять-таки. Смотрим. Через 10 минут эта игра Кайпи-TCM. Никуда не уходить. Рекламная пауза. Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок. Билет уже в продаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова